Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. Алтайские предприятия получат льготные кредиты в рамках федерального проекта. Вопрос обсудили на оперативном совещании в правительстве региона. Тысячи пострадавших, 5 миллионов потерянных рублей. Подозреваемых в кредитном мошенничестве задержали алтайские полицейские. Все подробности спецоперации в нашем выпуске. Больше 70 пенсионеров края перешагнули столетний рубеж. И у каждого из них свой секрет долголетия. Какие, узнаете в выпуске. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло и главы сибирских регионов познакомились с инновационным и экспортом потенциалом Алтайского края на межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана в Омске. Экскурсию по стенду для гостей провел губернатор Виктор Тайменко. Глава региона отметил, что Алтайский край как приграничный субъект давно и успешно взаимодействует с Казахстаном и заинтересован в развитии этого направления. Только протяженность Алтайского участка границы России с Казахстаном составляет около 840 километров. Объем внешнеторгового товара оборота с республикой в минувшем году достиг почти 480 миллионов долларов США. Из 480 миллионов долларов, 360 это экспорт продукции различной из Алтайского края и 120 миллионов импортируемых. Какая экспорта? 360 миллионов долларов. В целом надо сказать, что например в сравнении с 2016 годом объем товара оборота увеличился в 1,7 раза. Также сегодня президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым Жамарт-Такаев начали работу на форуме с осмотра стендов выставки. Главным событием саммита станет пленарное заседание с участием глав государств. Им предстоит обсудить актуальные задачи развития приграничного сотрудничества. 9 алтайских производителей получат льготные кредиты по минимальной ставке на общую сумму 3,5 миллиарда рублей в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт». Он является частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В числе предприятий, которые получат льготы – «Зиас Машинери», завод прецизионных изделий и компания «Сисорт». Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климент на оперативном совещании в правительстве региона. Его провел Виктор Томенко. Включение в данный перечень дает возможность нашим предприятиям воспользоваться льготными кредитами по очень приятной ставке. На этой неделе мы совместно с предприятиями Минпромторных направляем заявление с соответствующим пакетом документов для получения и спрашиваемых сумм. 29 ноября новости и программы телеканала «Катунь-24» зрители увидят в цифре. Наша телекомпания начнет свое вещание на федеральном канале ОТР. «Катунь-24» получит 5 часов эфирного времени для размещения своего контента. В утреннем эфире с 6 до 9 часов и в вечернем с 17 до 19. 11 и 12 ноября пройдут технические работы. Они могут вывести из строя некоторые каналы. Их можно будет перенастроить вручную. Если возникнут проблемы в работе оборудования, можно обратиться в колл-центр, где дадут пошаговую инструкцию. Вопросы можно круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии. Мы на сегодня готовы предоставить все вот эти 5 часов, выбрать 5 часов для того, чтобы вещать на ОТР. Для «Катунь» это существенное расширение территории вещания. Сегодня это около 70% в аналоге. В цифровом вещании это 95% охвата территории Алтайского края. 95-97, наверное, даже. Почти 10 тысяч новых учебных мест создали в школах края за 4 года. На эти цели направили более 5 миллиардов рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. Это стало возможным благодаря специальной госпрограмме по созданию учебных мест на 2016-2025 годы. За 3 года действия программы в крае построены 4 типовые школы в Барнауле, где создано 1650 новых мест. Благодаря капитальному ремонту 22 барнаульских школ создано еще 2200 новых учебных мест. Построены пристройки в селах Родина на 204 ученика и Новоегорьевская на 312 человек. В течение следующих пяти лет планируется построить 32 новые школы. Из них 14 взамен ветхих. 40 пристройок к существующим школам, а также выполнить капитальный ремонт в 117 школах региона. Сегодня такие практики называются новой современной школой, школой 2025 на федеральном уровне. Существуют определенные проекты, которые вошли в реестр экономически эффективных федерального Минстроя. И в этой связи федерация нас активно подталкивает с точки зрения получения дополнительных субсидий с федерального бюджета как раз к созданию новых школ. Межрегиональную сеть мошенников, которые якобы помогали гражданам оформить кредиты и оставляли их без гроша, задержали полицейские. Масштабную операцию провели сразу в четырех регионах. Среди них и Алтайский край. Одновременно задержаны 16 подозреваемых. По данным МВД России число потерпевших превышает тысячу человек. Это жители нашего региона, а также Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей. По версии следствия, злоумышленники обещали помочь гражданам получить кредит, но похищали их деньги. Общая сумма ущерба превышает 5 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество с использованием должностных полномочий» или в особо крупном размере. Спецоперацию по задержанию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Барнаулу совместно с коллегами краевого главка МВД и Росгвардии. В ходе 25 обысков изъяли бланки, печати, штампы, компьютеры и сотовые телефоны, которые имеют доказательное значение для уголовного дела. По версии следствия, роли между 16 сообщниками были четко распределены. Одни находили граждан, которые нуждались в получении денежных средств. Другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банкам нужной суммы. Третьи выполняли функции сотрудников колл-центра, четвертые отвечали за размещение рекламы в сети интернет, а также сбор денежных средств за мнимые услуги. В настоящее время четырем фигурантам избрано меры пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В социальных сетях появилась информация, что в одном из зоомагазинов Барнаула в ужасных условиях живет енот. Спасти его решили хоккеисты клуба «Динамалтай». Они приехали в зоомагазин, чтобы выкупить зверька. Но сделка провалилась. Почему, расскажем далее. Слабое животное в тесной клетке под слепящей лампой. Так описывает жизнь енота Софии спортсмен Сергей Головин. Пользователи соцсетей посчитали, в зоомагазине за енотом не ухаживают должным образом и животное чуть ли не на грани смерти. Взять на поруки зверька решили хоккеисты клуба «Динамалтай». У них София была бы талисманом. У нас талисман клуба «Енот Краган». Думаю, все уже знают про это. И мы хотели, чтобы ребятишек этот енот радовал. Ну, то есть не какой-то там ради пиара, а живой талисман был у клуба, чтобы ребятишки могли прийти, посмотреть на этого енота. Собрали необходимую сумму – 35 тысяч рублей. Приехали выкупать. Но в зоомагазине енота продавать отказались. Заявили, что уже есть покупатель, с которым заключили договор купли-продажи. Правда, показывать документ отказались. Я работаю на основании законов Российской Федерации. В том числе и веду продажи на основании законов Российской Федерации. Мы не можем продавать такие животные просто так кому-то, вот понимаете, просто в руки. Вы пойдете его и удавите. Хорошо? Вы его пойдете, продадите, перепродадите, в бизнесе дадите. Вы Жанна Александровна. От роликов вы по-другому продаете? Жанна Александровна. Где как раз открылся специально оборудование отсек для енотов. Но есть вероятность, что такой переезд только навредит животному. Может быть стрессовая ситуация и очень негативная. Такая ситуация была в свое время с Макаком Василием, который провел длительное время в тесненных условиях, кстати, в этом же магазине. И, к сожалению, затем заболел и умер. Поэтому это серьезная проблема. Сделки не получилось. И хоккеисты Динамал Тай остались без живого талисмана. Но не отчаиваются и готовы продолжать общение с зоомагазином. Но только те настроены иначе. Говорят, будут общаться с этими покупателями только через полицию. Ирина Харитон, Антон Червяков. Новости. Народные певцы, танцоры и ремесленники. Все на одной площадке. 800 участников приехали на международный этнофорум «Сибирские беседы» в Барнауле. Чтобы показать во всем многообразие культурной традиции народов, которые населяют нашу страну. Знакомилась с ними и наша съемочная группа. Выткать пояс для традиционной русской народной рубашки не так просто, уверен Александр Мингалев из села Власиха. Мастер рассказывает, только на один может уйти три дня. Работа требует усидчивости и ювелирной точности. Вот эти нитки в зубьях переходят вниз, правильно? А в дырочках остаются. На форуме «Сибирские беседы» проходит выставка народных ремесел. Можно попробовать раскрасить матрешку или вот такую глиняную свистульку. Еще в программе конкурс фольклорного творчества. Участвуют 48 коллективов. От Алтайского края до Амурской области. Особыми гостями форума в этом году стал хор «Казаки-приртыши» из Казахстана. Коллектив приехал в рамках краевой программы «Поддержка и развитие связи с соотечественниками за рубежом». Пытаемся возродить культуру, традиции, потому что это наше славянское. Казаки имеют прямое отношение к фольклору, поэтому мы неравнодушны. Поэтому решили принять участие. Одна из задач таких форумов – познакомить с русской народной культурой как можно больше людей, в том числе и тех, кто живет не в России. Поэтому организаторы стараются каждый год приглашать иностранных гостей. Само по себе событие, оно очень интересное в плане того, что мы можем на нашей стороне, в Алтайском крае, познакомить с русской традицией и культурой. Закроется форум 7 ноября. В этот день состоится голоконцерт. На нем выступят все коллективы, участники форума, чтобы показать, для народного творчества нет границ ни временных, ни территориальных. Иван Горбатов, Михаил Лифуншан. Новости. Больше 70 пенсионеров края перешагнули столетний рубеж. И у каждого из них свой секрет долголетия. Это может быть йога, здоровое питание, кто-то и вовсе идет на восточное единоборство. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Печь пирожки и вязать носки – занятие не для них. Современные бабушки и дедушки сегодня выбирают спорт. К примеру, Валентина Борисовна Тимофеева уже 5 лет укрепляет тело и дух на занятиях кунг-фу. А ей 83 года. Я считаю, что если бы я не ходила на эти занятия, то я бы, наверное, была вот такая и малоподвижная. Как нам раньше говорили, что это 3Т – тапочки, такта и телевизор. Но сейчас, слава богу, не только это, а и есть здоровье. Ученые доказали, что продолжительность жизни напрямую зависит от скорости синтеза белка в организме. Чем медленнее белок производится в клетках, тем дольше живет человек. Также большую роль в долголетии играет генетика. От генов зависит длительность жизни на 25%. Поэтому пока не нашли философский камень или не изобрели эликсир молодости, продлевать жизнь лучше самостоятельно. Самый простой способ – ежедневная физическая активность. Если бы на сегодняшний день существовал препарат, который мог избавить от болезни Альцгеймера, ну, это понимают все, да, это деменция такая возрастная, скажем так, да, если бы такой существовал препарат, то он был бы, ну, крайне популярен и очень дорог, наверное. Ходьба как альтернатива дается нам бесплатно. Эффект от нее стопроцентный. Но помогает, когда делаешь. Занятия йогой, дыхательной гимнастикой и упражнения на тренажерах. В Барнауле открываются секции для пенсионеров, так называемые социальные группы. В школе шаулинского кунь-фу такие работают уже три года. Самому молодому ученику, который решил познать энергию инь и янь, 55 лет. Старшему 83. И это не предел. Ну, все заходят и говорят, ой, какая у вас здесь положительная эмоция, энергия заряжена положительная. Все вот заходят и у нас мало кто не улыбается. Заходят, начинаем заниматься, расслабьтесь, улыбка на лице и пошли вперед. Ежедневная физическая активность, отказ от вредных привычек и правильное питание может продлить жизнь на 20 лет, считают медики. После таких занятий боевым искусством их даже трудно назвать бабушками и дедушками. Столько сил и выносливости показали они сегодня. А вам слабо? Елизавета Конева, Дмитрий Козерлыга. Новости. На этом у меня все. До встречи в следующих выпусках. До встречи в следующих выпусках.